Спасибо. Дорогие друзья, действительно сегодня знаменательный день и один из очередных дней, которые мы с вами отмечаем. Но вот здесь много уже говорил, особенно Борис Павлович сказал пронзить дополнительную разную силу ленинградцев. Вы знаете, это действительно, пожалуй, было одной из главных достоинств Ленинграда, которая позволила ему выжить. Ведь город действительно находился в смертельной схватке. Пока фильм не начался, я могу сказать, что два года моя мать была гражданским ординатором 360-го госпиталя и, конечно, получала издевательскую карточку. И в один из дней она потеряла ее, а карточки в болгарном городе не восстанавливались. И вот сосед наш по коммунальной квартире, на разъезде, в улице, дом 18, квартира 24, рабочий, дядя Саша, на свою рабочую карточку, вот можете посчитать, студенты, 250 грамм, целый месяц кормил себя, мать и меня. Вот такие были ленинградцы. И когда мы говорим о футбольном матче, вы понимаете, не только футбольный матч как таковой, хотя это был матч жизни, задача ему была показать, что город в этой смертельной схватке не только выживает, а живет и готов победить. С фронта вызывали футболистов. Ну вот мы сейчас, наверное, кадр увидим, наиболее ярким и известным нам был Виктор Наботов, вратарь Динамо, а идеологом и организатором этого матча был человек известный в спорте, будущий судья из этой категории, Сурин. Он в нашем городе очень известен, и этот матч действительно, неважно какой счет, его даже до сих пор и не помнят, какой счет был в этом матче. Сам Виктор Наботов был отозван в сборе катера, на котором он воевал в блокадном городе. И так же собирались фронта всех других футболистов. Но ведь это был не единственный матч. В мае 43-го года состоялся матч Динамо с команд Малтийского флота. Вот это ленинградцы. А помимо футбольного матча, наши пинкобежцы, Резниковы и другие, устраивали отборочные соревнования в нашем блокадном городе, чтобы потом идти на всесоюзное первенство. Нет, они не стали чемпионом в этом году, в 42-м опять-таки. Но они показали силу Ленинграда, силу блокадного Ленинграда. В блокадном Ленинграде были соревнования по боксу. В блокадном Ленинграде были соревнования по теннису. То есть вы понимаете, вот этот матч, это только одна из картинок. Вот Виктор Наботов, который показывает, что истощенные, казалось бы, ну чуть сильные люди. Но сила духа, сила победы была здесь показана в полной мере. Я хотел бы вот на фоне этого матча как раз напомнить вам, что в истории человечества только три города огромных были в такой осаде, как Ленинград. Это Карфаген, это Троев и это Ленинград. Как помнят ветераны само собой, но и студенты, Карфаген сдался. Троев, помните Троевский конь, взяли обману. И только один наш город, Ленинград, не просто выстрел, а выстрел и победил. И победил изнутри. Победил из-за блокадного, осажденного Ленинграда. Я напомню о том, о чем уже говорилось, роль Ленинграда в Великой Отечественной войне. Это была Ленинградская битва, охвативший весь Северо-Запад. Эта битва была уникальна не только по своему характеру, но и по своей битвенности. 1127 дней. А ведь Вторая мировая война была 2194 дня. А отечественная 1418 дней. Ленинградская победа, это действительно сила духа. Духа, который мы сегодня, пришедшие сюда, хотим вам доверить, ребята. Хотим вам доверить эту силу и веру нашу, что наша страна непобедима. Вот здесь упоминали вклад военмеха в войну. А ведь была создана 45-миллилитровая пушка, которую гордо называли блокадницей. Была создана совершенно уникальная оружие, так называемая ампуловеты. И это тоже здесь, в нашем городе. Поэтому вот этот пример спорта, этот пример любви, жажды к жизни, это лишнее доказательство того, что, ребята, сегодня надо обязательно хорошо учиться. Для самих себя. Карьера, как ракета, которую вы запускаете, будет в космос идти вертикально. Надо обязательно любить жизнь, ибо только это важно. Надо обязательно любить свою отчизну, начиная со своей семьи, свой город. Гордиться той славой, которую город нам оставил на сегодняшний день. Я тоже верю в вашу силу. Я верю в ваше будущее. Доброго вам пути, счастья и успеха. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ